МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бывает, реальность кажется слишком серой и скучной, и хочется убежать в выдуманный мир. Такое ощущение, наверное, хоть раз возникало у каждого. Я до сих пор прекрасно помню, как еще школьникам, насмотревшись на красивую обложку, накопил денег и купил в арке возле библиотеки имени Маяковского, которого давно уже нет, свою первую книгу в жанре фэнтези. Она называлась «Воин великой тьмы» и до сих пор лежит дома на полке, как память о давно ушедших днях. Этот томик стал для меня кном в другой, яркий, богатый и невероятно увлекательный мир, где я любил проводить свободные вечера и даже ночи. Дальше чтению мне дело не пошло, но в нашем классе были ребята, которые превратили любовь к фэнтези, богатое воображение и творческую энергию в серьезное хобби. Им было мало просто читать на страницах то, что придумал кто-то другой. Они шили костюмы, делали потешное оружие, ходили на природу, где создавали другие, уже свои истории и легенды. Сами себя они называли ролевиками. Для них это было не просто развлечение, скорее образ жизни. Со временем в нашем городе появилась целая ассоциация ролевых игр и исторического моделирования. С ее руководителем, одним из патриархов Саровского ролевого движения Василием Киселевым, мы решили записать очередной выпуск актуального интервью. С чего начиналась история ролевого движения? Кто такие грибные эльфы и какую память они о себе оставили? Где собирались первые московские толкинисты и чем запомнились эти времена? Об этом и многом другом поговорим прямо сейчас. Василий, мы находимся в фехтовальном зале нашего городского армира. Это настоящая кладезь истории. По стенам развешаны мечи, доспехи, поддоспешники, масса всего. К сожалению, камера не в силах показать вам весь спектр этого зала. Скажи, пожалуйста, с чего в Сарове все это началось? Началось все с людей, у которых был такой романтический склад ума в 90-е годы. Это ребята, которые занимались парусным спортом и бардовскими песнями. Но когда стало известно, что можно играть во всякое такое интересное, то, разумеется, сразу же нашлись желающие. А ты застал вот самое начало, самое первое обстановление в Сарове? Нет, все началось здесь без меня, пока я учился в Москве. Но когда приехал, то сразу влиялся активно. А ты этим заболел в Москве? Нет, раньше. По сути дела, я начал делать свои первые доспехи и деревянные мечи еще в школьные годы. Но вот в Москве, когда узнал, что есть еще масса народа, которая этим увлекается и еще где-то собирается и все это использует, то да, в общем-то, сразу же побежал в бестосборище. Это был не скучный сад в Москве. А как вообще выглядели те времена? Это было такое стихийное, хаосное состояние? Ну, это была, по сути дела, неформальная культура тогда. В общем-то, многие растут у российского движения ролевых игр из субкультуры хиппи во многом. То есть, ролевики 90-х годов – это потлатые, в общем-то, люди и за гитарами в том числе, но еще и с дрынами. Доспехи тогда были смешные, мечи деревянные, в общем, романтика непередаваемая. А чем вы занимались в Нескучном саду? В Нескучном саду, ну, как основная деятельность была, это фехтование тем, что было. Значит, само собой были кучки, которые там бренчали на гитарах, пели песни соответствующего репертуара. Тогда как раз тоже ролевые барды появились. Вот Мельница, например, Эхиловиса, она начинала как раз с Нескучного сада. Ты с ней лично знаком? Нет, не знаком, но вот в 90-х она где-то в той же самой тусовке находилась. Ну, нет, не знакомо. Слушай, опасные были времена для ролевиков? Все-таки Москва, нескучный сад. Я думаю, там разные были. Это, в общем-то, еще и лихие 90-е до кучи. Там постоянно происходили стычки с местными гопниками, с прохоронительными органами, тоже было все непросто. Были группы экстремистов, которые, в общем-то, безбашенные совершенно. Экстремалы, ну как? Были гопники от ролевого движения. Ты серьезно? Да, абсолютно. А что это за ребята такие интересные? Ну, это такая была, так сказать, команда, ну или даже, скорее, банда, ребят, которые называли себя грибными эльфами, которые, в общем-то, под всякими интересными веществами играли в игры. И, в общем-то, эти игры имели мало общего с нормальными играми. То есть, у них было в порядке вещей разорить или разгромить лагерь противника, ну, не противника, других игроков. То есть, переломать палатки, кого-то избить, привязать дерево, в общем, переломать что-нибудь. В общем, такие игры мало кому нравились, но, в конце концов, они, в общем, нарвались и поняли, что их время прошло. Когда ролевые игры, ролевики перестали быть, скажем так, задохликами, там, хиппи, непонятно какими, которые не агрессивны. Когда начали в движение приходить люди, которые, скажем так, уже занимались и занимаются серьезным фехтованием, скажем так, немножко другого склада. В общем, да, получили жесткую оборотку и исчезли, скажем так, из слупы из нашего движения. Ну, по канонам ролевой игры прокачали силу и ловкость, интеллект до этого был, и начали давать отпор. Ну, после дела, да. А потом ты вернулся в город. Здесь уже тоже был как-нибудь? Здесь уже как раз-то была такая достаточно большая тусовка. В году 2004 или 2005 на именно городскую ролевую игру могло собраться до 80 человек запросто. Ну, по сути дела, ролевики так тоже, в общем-то, здесь в себя втянули, представители многих субкультур молодежных. Ну, в общем. Я краешком застал те времена, когда ребята выходили в лес на ролевые игры, там, раскрашивались, одевались в эльфов, гоблинов. Мне было так весело, интересно. Но, с другой стороны, это, наверное, было по-своему прикольно для школьника. Это была такая крутая возможность оторваться от родителей, ну, если договориться. И там, я не знаю, были выходы вот на выходные с ночевкой? Само собой. То есть, у нас, пока шли в городе игры в лесу, то они часто, да, продолжались в течение двух дней. А как потом развивалось движение? Ну, потом мы так пошли на взаимодействие с администрацией более плотно. Значит, у нас появилась своя база здесь, вот в клубе «Горизонт». Ну, и, в общем-то, потребность и необходимость идти в лес, чтобы там всеми такими вещами заниматься, она как-то исчезла. Ну, и, по сути дела, мы начали ездить на больший российский проект. Но, в общем-то, здесь, как бы, уже все друг друга знают, в лесу, в общем-то, играть между собой уже не так интересно стало. А у тебя какой самый любимый этап вот в истории ролевого движения, который ты застал? Ну, знаешь ли, с одной стороны... Когда была самая ламповая обстановка? Ну, где-то так, год 2005-2007. Тогда же у меня, в общем-то, случилась как раз «Звездная игра», на которой у меня там две, прямо-таки, шедевральные роли были. Это историческая игра про взятие Константинополя, всероссийская. Ну, вот, тот период, да. Кого ты там реконструировал? Это не реконструкция, это ролевая игра, это все-таки стоит разделять понятия. Там я сначала был городским бандитом, в рыбацкой слободке. Занимались наемными убийствами, грабежами, заказами императорского двора, там, по всяким темным делишкам. Вот, когда мы персонажа грохнули, я ушел в турецкий лагерь, который сождал город. Ты сам принял это решение? Да. То есть ты в пределах ролевой игры можешь делать все, что тебе хочется? Ну, как бы, там были два варианта. Либо идешь уже после смерти персонажа отдыхать в лагере на берегу озера и со стороны наблюдать. Либо идешь в турецкий лагерь и, соответственно, штурмуешь город. Ну, а вторая роль – это европейский наемник, барон фон Бек, который возглавил зорезскую артиллерию. В общем-то, как раз благодаря его усилиям турки ворвались в город тогда. А тебе что ближе – реконструкция или ролевая игра? Или как-то их надо удачно совмещать? Ну, скорее второе. Потому что реконструкция, в общем-то, мне интересна только в рамках того, чтобы повоевать в историческом снаряжении 17 века. То есть мне очень прикольна тема мушкетеров и стрельцов. Но, в общем-то, я делаю тот необходимый минимум для того, чтобы в этом всем участвовать. Ну, и, в общем-то, мне интересен боевой процесс именно. А у нас есть в городе какая-то, назовемая точка входа в ролевое сообщество? То есть место, где проводится игра, куда можно свободно прийти, посмотреть и для себя решить. Тебе это нравится или нет? Ну, скажем так, мы не шипы закрыты ото всех. Я бы так сказал, что вход у нас свободный, двери открыты. А так, добро пожаловать в нашу группу ВКонтакте. Там все достаточно наглядно, чем мы занимаемся. Как это вообще выглядит. Ближайшая ролевая игра у нас когда будет? Ну, ближайшая. И сезон уже начался, на самом деле. У нас следующий выезд на всероссийскую игру «Железный трон» по мотивам Джорджа Мартина «Песня льда и пламени». А потом дальше в Петербург на лодную игру «Карибское море». А вот если мы возьмем игру по мотивам «Песня льда и пламени», как она вообще выглядит? То есть, сколько там участников? И что они должны делать? Я вот просто для себя не очень хорошо понимаю, что такое ролевая игра. Одно дело, ты играешь на компьютере, там все четко и понятно. То есть, ты сам определяешь свое мировоззрение и дальше, исходя из него, принимаешь те или иные решения. Ну, здесь как происходит. Организационная группа, мастерская группа, она предлагает тему для игры. То есть, в данном случае это эпизод, когда начиналось восстание Роберта Бартеона. Значит, выдается сетка ролей, значит, желающие участвовать в игре подают заявки на какую-то определенную роль. К игре готовятся, шьются, изучают своего персонажа, пишут свои легенды, значит, ну, то есть, своего персонажа, по сути дела, создают. Ну, и в определенный момент съезжаются на игровой полигон, где возводят, в общем-то, строение, необходимое для игры, все декорации. И начинается непосредственно игровой процесс. Ну, давай на примере. Вот досталась тебе роль Неда Старка, условно говоря, головная. Что ты будешь делать? Я вот, например, могу взять и не поехать в Королевскую Гавань и отказаться от роли Десницы. Либо в роли Десницы вести себя несколько по-другому. Здесь, по сути дела, очень большая свобода персонажа существует. И это как раз и дает очарование ролевой игре. То есть, берутся какие-то рамки, персонажи, обстоятельства, условия, дальше каждый принимает решение. Все может закончиться совсем не так, как книги. Совершенно верно. А если кто-то захочет подраться? Ну, и подерутся по правилам боевых взаимодействий. Кубики кидая или это будут дойти? Нет, это используется игровое оружие, которое соответствует определенным правилам. Вот здесь у нас как раз представлено. То есть, вооружение из стеклотекстолита. То есть, это ударопрочный пластик, который не так тяжел, как металл, например. Ну, и который более безопасен. Не травмирует? Ну, как травмирует, конечно. Если таким приложить, как бы в полную силу, то будет нехорошо. Вот. Ну, для игр, где совсем жесткие правила по боевым взаимодействиям, есть мягкое оружие. То есть, например, игра, где не предусмотрено, например, защитное вооружение. Или фэнтези-игра, где там доспехи не функциональны. То есть мягкое оружие с протектированным клинком. То есть, по сути дела, это внутренний стержень, на котором мягкая пена, окрашенная в серебристый цвет. Ну, и вполне себе удачно имитирующий клинок. Василий, вот фэнтези называют миром мяча и магии, да? Ну, про мячи понятно. А как в ролевых играх отыгрывают маги? По-разному. То есть, самое примитивное, это, конечно, фэерболлы в виде теннисных мячиков. Ну, и потом сейчас вовсе начали использовать электронику в ролевых играх. То есть, например, клинки эльфийские при приближении назгулы на игре начинают светиться. То есть, у назгулы есть своя микросхема, свой, так сказать, чип. Соответственно, клинки эти самые, скажем так, чип ответный. Погоди, то есть на назгуле, условно говоря, какой-то датчик, если он приближается, то если ты фродок, к примеру, у тебя есть жало, ты его достаешься, смотришь, оно начинает сиять. Совершенно верно. И ты понимаешь, что он где-то там за деревом, этот подлец. Все правильно, понял. А вообще, ролевое движение восприимчиво к новым технологиям? Да. На конференциях по тематике ролевых игр проходит тематический семинар, где товарищи, которые занимаются с такими вопросами игротехническими, они как раз с опытом делятся и достаточно быстро все распространяется. То есть, да, в общем-то, электроника, она вовсе используется. Сейчас вот ждем, когда станут массовыми очки дополненной реальности, когда, в общем-то, можно будет увидеть, что там, наверное, что себе персонаж представляет. То есть, ты стоишь рядом с статистикой, там сила такая-то, интеллект, такое-то, мировоззрение, привязан к какой-то фракции. Я сильно подозреваю, что это так сильно изменит вообще мир полигонных ролевых игр. И будет еще интереснее. Василий, давай вернемся к армиру. Вот смотри, сейчас это что у нас? Какая-то учебная организация, клуб по интересам. Это клуб по интересам, да. Но в то же время мы существуем на базе Центра внешкольной работы. Значит, у нас есть подростковая секция «Релевое моделирование», которая как раз занимается с подростками, ну, как раз именно в сфере дополнительного образования. Мы занимаемся стрельбой из лука, фехтованием, историческими танцами, ремесленной деятельностью. У нас есть программа, по которой мы работаем. Ну, я являюсь педагогом Центра внешкольной работы. Василий, скажи, пожалуйста, я так понимаю, сейчас проводится очень много всяких соревнований, чемпионатов. Недавно прочитал про завершившийся в Италии чемпионат едва ли не мира по средневековым боям. Ты уже о нем рассказывал. Поэтому давай как-то, может быть, без лишних подробностей. Но вообще, что это за мероприятие, сколько там человек участвовало и как они сражались? Мероприятие достаточно новое. То есть оно проходит то ли седьмой, то ли восьмой раз. Началось всего в 2010 году. Значит, это действительно международное и всемирное масштабное мероприятие. Теперь сейчас там более 20 стран-участниц. Начинали все, действительно, русские и украинцы. Ну и они остаются сильнейшими сборными мира на настоящий момент. То есть в этом году наши вообще заменители просто отличились и взяли 14 золотых медалей из 17. Соревнования проходят по правилам исторических средневековых боев. Это фехтование с моделями средневекового оружия, изготовленного из стали, и в историческом снаряжении средневековом. То есть исторические средневековые доспехи, как они есть. Разумеется, они стилизованы, они оптимизированы для того, чтобы свести к минимуму риск травм. Но так или иначе, вес оружия, вес доспехов, он вполне себе сопоставим. А конные были там? Нет, конные турниры – это совершенно отдельная дисциплина. У нас, опять же, в России проходит совершенно великолепный чемпионат мира, а действительно все-таки рыцарский турнир мирового значения на Кубок Святого Георгия. Он называется Кубок Святого Георгия. Проходит он в Каламинском Москве, туда съезжаются рыцари со всего мира. И в этом году, как раз тоже в начале мая, он состоялся. Зрелище совершенно великолепное. Там как раз даже не стилизация, а исторический заспех, там полная реконструкция. То есть рыцарей по-настоящему великолепны в сияющих доспехах, вот как оно есть. То есть там турнир начинает, платочек бросает? Да, вплоть до этого. Ну там полная реконструкция рыцарского среднекового турнира в период их самого великолепия. Василий, у нас, к сожалению, с реконструкторским движением в стране не всегда бывают связаны очень приятные истории. Вот недавно произошел казус, когда парня, который, по-моему, занимался реконструкцией, вот ты меня поправишь. То ли как раз 19-го, то ли 18-го века остановили и при досмотре обнаружили у него мушкет. Решили провести его по статье «Владение огнестрельным оружием». Я так понимаю, ситуация всколыхнула, сообщество людей встали на защиту, даже проходили круглые столы, на один из которых ты, если я правильно понимаю, ездил. Скажи, пожалуйста, чем-то уже все завершилось, удалось отставить и добиться справедливости? Вроде как сейчас все складывается хорошо, поскольку дело вернули на доследование в очередной раз. Есть надежда, что спустят на тормозах и реального срока человек не получит. Но ситуация тут достаточно странная, потому что в 12-м году, когда случилось 12-летие, 200-летие Бородинской битвы, и понадобилось ввозить в Россию, например, реконструкторов из-за рубежа, с их огнестрельным, моделями огнестрельного оружия. Закон об оружии российский был несколько, скажем так, смягчен в том отношении, что реплики исторического оружия старше 100 лет, они оружием не считаются. Но беда в том, что у российских реконструкторов все эти самые стволы, все эти самые мушкеты, они, по правилам самодельные, то есть не заводского производства, а являются условными копиями, но, опять же, сопровождающих документов у большинства нет. То есть технически мушкеты реконструкторов – это оружие. Из него действительно можно выстрелить зарядом пороха и калиброванной пулей свинцовой. То есть технически, да, оружие. На практике нигде эти самые мушкеты, кроме как на тематических мероприятиях и в холостую, не используются. То есть у товарища в багажнике машины при досмотре был обнаружен как раз мушкет. Ну, он тоже не очень правильно, конечно, поступил, то, что у него, он просто, по сути дела, валялся в машине. Ну, и да, в общем-то, экспертиза показала, что из этого мушкета можно выстрелить. И, соответственно, запустили уголовное дело. Понятно, что товарищ никогда и даже в мыслях не имел, какого-то криминального умысла. Но вот технически, по закону об оружии, вот такая вот ситуация. Формально его можно провести по статье, чем активно и занялись. А вот ты ездил на круглый стол в Нижнем Новгороде. Вы там с кем общались? Мы общались там с представителями Росгвардии, ФСБ, с местной администрацией. Как раз на тему того, что у нас в области тоже проходит фестиваль исторической реконструкции. И, в общем-то, люди, которые, реконструкторы, все-таки люди законопослушные и как бы не хотят неприятностей с законом. И, в общем-то, были озвучены вопросы, как в этой ситуации быть. Значит, какого-то решения пока еще не приняли. Значит, ну, по сути дела, нужно вносить изменения в законодательство. Это, как бы, вопрос непростой и быстро все это не сделается. Ну, ты как считаешь, вас услышали? Ну, хочется думать, что да. И как-то это потом протранслировали наверх? Потому что, ну, и сертификация этих мушкетов и реплик, это дело крайне непросто и затратное. Это дело затратное, да, потому что центр экспертизы работают за деньги. Ну, и потом, да. То есть, это масса технических вопросов, которые совсем непростые. Мы пошли по другому пути. Мы в стволы наших мушкетов поставили шпильки недалеко от дульного среза. Так что его пули зарядить нельзя больше. И, соответственно, чем-то он оружием перестал являться. То есть, у меня на мой мушкет есть бумага, сертификат. Ну, заключение экспертизы, что это они огнестили наружу. Единственное, конечно, печально то, что нельзя уже зрителям показать целиком процедуру заряжания мушки. То есть, эти операции с шомпом, они отменяются, потому что его уже нельзя просунуть в стол. Ну, чем-то приходится жертвовать. Василий, на носу лета для большинства людей пара отпусков, а для вас, людей, которые работают с детьми, самая жаркая пара. Как в Армире будет организован летний отдых ребят? У вас же есть какая-то программа и понимание того, чем вы будете занимать парней и девчонок? Ну, да. Здесь как раз в начале лета у нас будет работа Петровская трудовая бригада специализированная. Мы будем заниматься подготовкой в дне молодежи, на котором у нас будет большая площадка. То есть, мы сейчас будем, конечно же, заниматься работой в клубе. То есть, готовиться и к следующему учебному году уже. Будем шерстить наши склады, ремонтировать снаряжение. Ну, и, в общем-то, дальше готовиться уже до дни молодежи. Готовить реквизит, костюмы, вооружение. Чтобы все прошло отлично. А на дне молодежи что будет от вас? На дне молодежи будет наша традиционная площадка с историческим лагерем. И будет большая программа, посвященная историческим танцам. Это в рамках проекта «Саровский котельон», который у нас на форуме молодежным даже победил. Мы, по сути дела, ведем такую кампанию популяризации исторических танцев. То есть, мы учим наших горожан историческим танцам в течение следующего месяца, в июне. Мы проводим серию открытых мастер-классов. Значит, это будет проходить в молодежном центре, и здесь у нас здоровье. И все это завершится как раз таким вот, это не флешмом, конечно, а такая программа спонтанная на дне молодежи. То есть, все, кто посещал эти самые мастер-классы, смогут вместе с нами потанцевать на дне молодежи, на одну из площадок. Напомни, пожалуйста, когда день молодежи пройдет у нас? Он у нас пройдет 30 июня, если не ошибаюсь. Ну, вроде как не ошибаюсь. Основная площадка на протяжке будет? Нет, основная площадка будет на якоре у нас. Василий, по традиции, наша завершающая рубрика «Опросник прузы» этого ваза тебе уже знакома. Поэтому доставай сразу три вопроса, чтобы каждый раз не протягивайте. И послушаем, что ты ответишь. Если бы дьявол предложил вам вечную жизнь без всяких условий, вы согласились бы? Ответь «да» хоть раз за всю историю передачи. Ну, конечно же, тут есть вещи, которые непростые. То есть, вечную жизнь одному себе не очень хочется. Так, чтобы, в общем-то, скорее хочется, чтобы не умирали родные и близкие. И что-то пошло. И на такое дело не пойдет. Следующий вопрос. Ну, и дьявол с ним. Так, ваш любимый писатель. Ну, вот прямо сейчас это по-прежнему ставится Толкин, Сапковский, Прозоров. Это, пожалуй, пока все. Какие добродетели вы цените больше всего? Какие главные добродетели уральевика и толкиниста в природе могут быть? Добродетели – это честность и ответственность, которые случаются и имеют место быть, конечно, далеко не у всех. Василий, большое спасибо за этот интересный и откровенный разговор. Друзья, на этом все. Спасибо, что были с нами. Увидимся совсем скоро. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова